Снижение смертности – один из главных показателей, к которому стремится каждая больница. Нашей за прошлый год удалось уменьшить послеоперационную и младенческую летальность, которая, впрочем, и раньше соответствовала европейским стандартам. А первое место по смертности по-прежнему у сердечно-сосудистых патологий, инфарктов и инсультов. Что касается смертности от системы кровообращения, тенденция в округе идет на снижение, потому что в 2015-2016 году департаментом здравоохранения был задан тренд на снижение смертности, потому что все-таки этот показатель по многим территориям шкалил. И благодаря своевременному выявлению организации профилактической работы, количество людей, умерших именно от болезни системы кровообращения, оно у нас в последнем, даже с 2016-м годом уменьшилось. Решать кадровую проблему удается с переменным успехом. Только за прошлый год привлекли 40 новых врачей. Приехали травматолог, хирург, лор, участковый терапевт и педиатр. Но в то же время уволились ценные специалисты – детский кардиолог и офтальмолог. Хотя, по заверению Дмитрия Мальцева, условия для врачей созданы привлекательные. Это и зарплата, и соцпакет, и жилье для приезжих докторов. Если говорить об заработной плате участкового врача-терапевта, со стажем, с категорией, со всеми северными, с федеральными выплатами, то зарплата порядка 60 тысяч рублей и выше, она достаточно неплохая, как мне кажется. Более того, привлеченные специалисты могут получить круглую сумму, если готовы отработать здесь не менее 7 лет. Эти специалисты получают единовременную выплату по 1 миллиону рублей. Вот таким образом, все-таки мы в 2017 году привлекли врача-отеринолеринголога, а в этом году сделана заявка на врача-офтальмолога и врача-инфекциониста. И уже есть место, где удалось полностью побороть кадровый дефицит, причем до сих пор оно считалось едва ли не самым сложным из фронтов – это женская консультация. В настоящий момент комплектованность врачами, акушерами, гинекологами в женской консультации составляет 100%. Только за 2017 год мы приняли 6 акушеров-гинекологов. И проблему доступности в женской консультации мы для себя решили. Что касается родильного дома, то строительные работы, как и было обещано осенью, полностью завершились в декабре. Сейчас идут юридические процедуры, на них отводят два месяца. А в марте, как раз к женскому празднику, роддом начнет принимать рожениц. Известно, что там появится свое собственное реанимационное отделение.